Привет! То ли сувенирная лопата, то ли стильная чайная ложка. Зато как ей удобно будет проводить раскопки в ведерке с мороженым. Все-таки некоторые люди отличаются подозрительным бескультурием. Ну пришел ты домой, ну видишь, кот на унитазе сидит. Ну оставь животное в покое, отвернись и выйди тихонько. Если уж вам предстоит обед на природе, то не поленитесь сделать это красиво. С хрусталем, подсвечниками и прочими атрибутами хорошего ресторана. Такой правильный подход фактория не может не одобрять. Человек постоянно ставит грудное молоко своей жены рядом с упаковками сливок для кофе. Вот интересно, он совсем не боится однажды промахнуться и взять не тот пакетик. Вам не досталось места у окошка на время полета? Не спешите расстраиваться, лучше прихватите с собой бинокль. Ну да, на вас будут смотреть с недоумением, но зато вы сможете любоваться пейзажем. Пс, только тихо, это секрет. В сабвей появился новый ингредиент. Они начали подкладывать в свои сэндвичи ножи. Эти писсуары в общественном туалете стоят прямо у окна. И нет, стекло не тонировано ни с одной из сторон. Видимо, нужно полностью отказаться от любых комплексов, чтобы воспользоваться этим туалетом. Не забудьте, что вы тоже можете прислать свои интересные фото по ссылкам в описании. И наверняка у вас получится удивить всех подписчиков Фактории. Ну и меня, разумеется. У самурая нет цели, только путь. Ой, то есть и у самурая нет рычага переключения передач, только катана. Ну, выглядит круто, чего уж тут скромничать. Этот слезняк не просто ползал все утро по грязной дорожке. Он успел нарисовать портрет улитки. Очень похоже! Некоторым современным художникам было бы не лишним поучиться у этого слезеньки. Вот это я понимаю, мотивация с утра пораньше. Человек встал с кровати и увидел на полу солнечный зайчик в форме единицы. Дескать, ты первый, ты лучший так держать. Ну и прочие ободряющие слова, которые совершенно не работают. Хозяева уже устали ловить своих котов по всему району, поэтому к ним на спину привязали по маленькой палочке. Казалось бы, такая ерунда, но благодаря этой палочке они не могут пролазить сквозь забор и уходить с территории сада. Парень купил поддержанный кошелек и был удивлен, обнаружив в нем водительские права, выданные на имя какой-то птицы. Увы, ближайший полицейский сказал ему, что права поддельные. А жаль. Эту сцену сделали без заднего фона и не прогадали, потому что природа показала феерическое шоу заката, которое человечество пока не в силах переплюнуть. Как понять, что вы оказались в Перу? Возьмите в руки пульта телевизора. Если там есть специальная кнопка для канала с футболом, значит, вы именно там. Пол — это лава? Да ну нет, это прошлый век и совсем не страшно. Лучше сыграем в игру «Пол — это аллигаторы». А теперь попробуй добраться до другого конца комнаты и не потерять свои ноги. Тихий вечер возле уютного камина. Это, конечно, здорово, но так старомодно. Давайте лучше в камин повесим диско-шар и устроим вечеринку. Есть знакомые перфекционисты. Зовите их сюда, покажите им этот идеально разрезанный пополам пончик. А ведь его теперь жалко есть. Зачем покупать дорогущие металлические гантели, когда можно просто купить бутылочку воды, которая специально сделана в подходящей для спорта форме? Человек нашел отличный способ сэкономить на зелени. Он уже два месяца обрезает один и тот же лук и ставит его обратно в воду. Очень удобно и совсем не хлопотно. Вместо обычных линий парковки возле стоматологии территорию разметили зубными щетками с зубной пастой. А почему бы и нет? Выглядит забавно и парковаться все равно удобно. Женщина вернулась вечером домой с работы и обнаружила, что из ее окна выпал осколок. При этом само стекло не разбилось. Как это могло произойти, никто так и не смог понять. Думаете, что вы видели большие одуванчики? 80 сантиметров! Как вам такой цветочек? Не знаю, где его сорвали, но они бы проверили там радиационный фон, что ли. В доме начала протекать крыша, но потопа не случилось, потому что потолок был покрашен латексной краской, которая собрала всю воду словно в гигантский мешок. Вы любите складывать оригами? У некоторых вообще ничего не получается, зато другие умеют делать из бумаги вот таких драконов. Даже представить боюсь, сколько на него ушло времени. Многие люди недолюбливают кактусы, мол, чего там любить? Одни колючки в разные стороны. Но когда кактусы зацветают, все резко меняют свое мнение, потому что устоять перед такой красотой невозможно. Но надо же, оказывается, среди дынь тоже есть перфекционисты. Это же нужно было умудриться вырастить внутри себя такую квадратную полость с семенами. Хозяин лодки совершенно не ожидал увидеть такую фантастическую картину. А ведь это всего лишь медузы, заплыли под днище, и игра солнечных лучей превратила их в волшебных призрачных созданий. Соседи снизу постоянно жаловались, что колесики кресла очень гремят по полу и мешают им отдыхать. Тогда девушка не растерялась и прикрепила к креслу колесики от своих роликов, которые славятся своей бесшумностью. Первую секунду кажется, что это здание облили с одной стороны зеленой краской. Но нет, если приглядеться, становится понятно, что это плющ так плотно заплел все стены. Мне даже в голову не приходило, что самый обычный карандаш можно превратить в настоящий предмет искусства. А оказывается, есть мастера, которые развлекаются резьбой по этой скучной канцелярской принадлежности. Отец пообещал, что сделает себе татуировку с рисунком своего сына. И он сдержал обещание. К счастью, мальчишка неплохо рисует. Когда собака все-таки порвала свою игрушку, хозяйка с удивлением увидела, что на пищалке внутри написано «Игра закончена! Ваша собака победила!» Я только не понял, где приз, раз она победила. Очередное доказательство того, что муравьи очень умные насекомые. Вместо того, чтобы плутать среди травинок и корешков, они проложили себе скоростную трассу прямо по шлангу. Нет, ну вы когда-нибудь видели такое извращение? Это же нужно было додуматься резать пиццу ножницами. Все-таки Австралия – самое удивительное место на Земле. Зимой листья эвкалиптов там окрашиваются в разные цвета, и деревья становятся буквально радужными. Вот это я понимаю современные технологии на службе у человечества. В обычную строительную каску наконец-то додумались добавить солнечную батарею, чтобы она питала по вечерам фонарик на лбу. Вам пришло в голову позвонить кому-то по бутылочке кетчупа? А вот зря! Нужно шире мыслить, потому что есть телефоны именно в виде бутылки кетчупа. Почему-то длинные тонкие пальцы считаются очень красивыми, но ведь у всего должен быть предел. На мой взгляд, это уже немного перебор. Белки, конечно, очаровательные создания, но хозяева этого сада их просто ненавидят. А все потому, что они повадились срывать маленькие арбузики, путая их с орешками. В Португалии вышки сотовой связи принято маскировать под деревья. И мне вот интересно, что кто-то действительно поверил, что это настоящее дерево? Хотели бы попробовать ананас розового цвета? Оказывается, такие тоже бывают. Правда, выглядят они почему-то не очень аппетитно. Больше похоже на ломтики свежего мяса. Ой, какая прелесть. Так приятно, что хотя бы киви готовы показать всем сердечко. Даже всем подписчикам Фактории. Рабочие возле дома меняли бордюр. И не намечалось никаких проблем, пока случайно отскочивший камень не прилетел прямо в окно. Но окно не разбилось. Вместо этого из него выпал ровненький кругляш. Почему бы не сделать кормушку для птиц в виде точной копии хозяйского дома? На самом деле это выглядит странно, хотя задумка, конечно, интересная. Сложно поверить, но пилой, которая находится слева, поработали всего 15 минут. И нет, ее качество очень неплохое, просто пилили самшитовые кусты. А их древесина одна из самых плотных в мире. Конечно, в мире проводят самые необычные рекламные акции, но в этом баре многих переплюнули. В качестве бонуса к напиткам они выдают внимание носки. Самое интересное, что их посетители очень довольны. Так, важный вопрос. Если собираешься пожарить три яйца, но в каждом из них по два желтка, они все равно считаются за три яйца или за шесть? Вот какие птицы у нас чаще всего встречаются? Ну, голуби, воробушки, вороны иногда. А вот если вас занесет в Шри-Ланку, то там над вами частенько будут летать павлины. В одном офисе сотрудники случайно оставили роутер возле окна и были слегка удивлены, когда стали каждое утро находить на теплом приборе ящериц, которые грели там свое пузико. В Словении установили целый отель для уличных кошек. Неизвестно, пользуются ли они популярностью у кошачьих, но выглядит симпатично. Скажите, вы бы стали пить кофе, если бы оттуда на вас смотрел вот такой очаровательный зубастый черепок? Я бы храбро разболтал его ложкой и выпил. У них там что, разноцветные красители закончились? Это как-то скучно, когда открываешь целую пачку МНДМС и они почти все синие. Вам когда-нибудь приходило в голову рассматривать помидор как произведение искусства? Однако природа постаралась создать такой шедевр. Иного слова, чтобы назвать этот ломтик у меня просто нет. Я никогда не задумывался, что кетчуп это кровь помидоров, а ведь логично, можно почувствовать себя овощным вампиром. Выбери следующее видео для просмотра. Спасибо! Спасибо!